друзья всем привет вы на канале сельчанка в америке сегодня сейчас я уже буду смазывать перемазывать или смазывать торт который я спекла вчера и буду я его вот смотрите есть у меня такой как бы разнос он бумажный здесь было у меня печенье помните на бесплатки я взяла такое печенье показывала вам здесь вот такая крышка я его сохранила этот такой наборчик и будет очень-очень прекрасно так я так думаю конечно я сейчас хочу просто посмотреть как она и его хочу как бы обрезать поровнять чтобы были ровненькие 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 вот так как раз где-то будет вот пойти такие и это просто я но кремом скрепиться и будет хорошо но я думаю что сначала я буду его смазывать я его перемажу а затем уже готовый наверное его поровняю и все хорошенько так будет лучше да так что он у меня был не накрыть друзья не накрывала ли его пищевой пленкой вот смотрите такой мягкий и есть так крем я буду делать сливки и сырая сгущенка если пойдет что-то не так даже миксер не выносила так я его убираю в гараж там у меня есть шкафчик и я сюда его ставлю потому что здесь у меня нет как бы место для него да не может с той стороны как раз получилось вот так сначала взбью сливки вкус валди купила сегодня а затем уже буду смотреть когда уже почти что они будут взбитые то я добавлю добавлю вгущенное молоко сырое можно еще добавить тот крем такой есть у меня тоже я показывала там одно из видео ну и так сливки не знаю может быть это будет и но пока буду делать на одну коробочку если что у меня есть в холодильнике если надо будет еще и буду взбивать крем получается друзья если сливки и сгущенное молоко как мороженое как пломбир да уже включаю а вот там не включена визитку так смотрите уже начинает наш крем наши сливки уже застают погуще они и я вливаю сгущенку вот такую очень вкусная она я думаю что добавлю две баночки потому что сливок сливки 900 почти 100 литра а а здесь только 400 грамм сгущенки ну конечно же я сейчас попробую на может будет сладкий крем еще нужно немножечко не совсем сладкий я добавлю еще одну и и будет хорошо очень вкусная сгущенка друзья я даже такую покупаю сырую и если мне нужно вареная сгущенка я ее варю бывает летом на костре я куплю так банок 20 знаете и сразу всю сварила в одну каст в одной костюле на костре и так она очень экономно хорошо если тортик то пусть будет сладкий это же торт так и еще сейчас я уже сниму телефон еще на маленькую уже малые обороты поставлю пускай вот так перемешает чтобы не перебить миксер китчен и друзья покупала я в сэмсе ой 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 костра моем любимом какой сэмс хоть еще немножко стекло гущенки нужно ложечкой можно добавить немножечко ванилина еще ванили есть у меня жидкий пропитывать коржи я не буду я думаю не надо крем из сливок это не с масло то коржи мягкие то не буду все вот такой крем друзья получился конечно нужно быть осторожным потому что вот в эти минуты он очень быстро уже может превратиться в масло можно перебить и все и крем испорчен то нужно хорошенько внимательно смотреть такой пышный сейчас еще покажу какой на вкус как пломбир мороженое пломбир очень вкусно вот так даже делать мороженое формочки себе сейчас его разлила разложил и в морозилку и мороженое замечательные еще любую там добавить ваниль и какие-нибудь вкусы какао можно добавить или шоколад и ну короче уже не торта уже мороженое делаю так здесь сейчас будем мы его смазывать смазывать начинаем немножечко так сюда так прикрепили так видно хорошо там где-то у меня есть шпателек я то очень люблю когда смазывать вот так перемазывать торты так может быть достаточно чтобы в кольце оно очень удобно и ровненькие такие такие края будут бока знаете но но у меня круглое кольцо есть и квадратное но будет маленькое но на этот нужно будет мне его хотя пойду посмотрю нет не подходит маленькая ну пускай сидит так так как так так Наша гусыня сегодня, друзья, ну я не знаю, гусочка или гусак, но гусыня для меня девочка, да еще. Сегодня ее открыла, она вышла на улицу и уже убегала, забежала в траву и там прилегла, спряталась, но мы ее, ой, сказала его, может быть и гусак, как бы поймали и слава в сарай, потому что если бы оно могло летать, то пускай летит, знаете, ну и то уже, наверное, уже улетели. Куда бедненький, а так она убежит, в первую ночь ее не станет. Так, вот столько, я думаю, крема буду, потому что если много крема, оно тоже, чтобы не было как бы занадто уже, знаете, слишком-слишком. Вот так как раз будет в меру. И то, что если там корж порвался, там немножечко, ничего страшного, можно все склеить, это же пришить, если нужно. Шутка, конечно. Так, здесь у нас вот так, наверное, идет, да, и малявка вот такая, мы все слесим, а потом я красивенько его уже обрежу. Да, пропитывать не буду, потому что очень мягкие коржи. Не знаю, моя рукава мне мешает, я уже не знаю, с какой стороны мне подходить. И думаю, я так думаю, не знаю, есть у меня шоколад. А, у меня есть конфеты флорер-рушен. Он может их растопить и залить сверху как бы шоколадной глазурью. О, у меня шоколадки есть, но, наверное, знаю уже с орехами они у меня. Мне очень нравится, если тортик сверху покрыт шоколадной глазурью. Оно, конечно, и вкуснее, и как-то красивее, красивее, красивенько. Да, и вот такие разносы, вот мы выбрасываем их, знаете, потому что, ну, зачем они? А так вот, и пригодился. Сюда немножко так. Как-то многовато. Конечно же, я вам покажу в разрезе. Сегодня покажу, потому что я его буду обрезать. И вам покажу. И когда, даст Бог, приедут наши гости, будут кушать, то тоже засниму вам. Так, итак, друзья, по порядку. У меня их все. То я уже не буду вам надоедать, знаете, все их все как бы показывать. Так, есть нужно выбрать такой, чтобы был кусочек не отломан. Я его наверх. Да, а то в некоторых. А, уже два хороших. Ну, все, я уже покажу, как все перемажем. Все, смотрите, какой высочезный получился. Вот, и я сейчас еще подправлю эти все края, я обрежу, чтобы был ровный, ровный, ровный. Идеально, чтобы был ровненький. Крема как раз хватило, вот даже немножечко осталось. Может быть, когда обрежу, то бока смажу. Так что пошла у меня литр сливок и две баночки сгущенки, да. Все, обсыпала я бока крошкой. И буду заливать шоколадом, ой, лазурью что-то придумаю. Ну, тяжелый очень. Многие у меня спрашивают, какой размер противня у меня. И что хочу, друзья, сказать. Одно мне не понравилось, что я его обрезала, начала обрезать, когда уже с кремом. И как бы он еще не пропитан, очень нежный, мягкий, такой, знаете, то неудобно его как бы обрезать. Я обрезала только одну сторону. Наверное, вот этот край или... Даже не видно, какой, знаете. И лучше, если... Ну, я буду уже знать на другой раз, лучше так, коржи, как еще, они без крема, их тогда поравнять, чтобы были ровненькие. С кремом неудобно. Может быть, кому удобно, но для меня нет. То я обрезала только одну сторону и покажу, вот какой он, ну, в разрезе... В обрезе, не в разрезе, а в обрезе. Вот, смотрите. Я немножечко попробовала. Слишком слышно мед. Такой, ну, приятный. Как медовик. Можно назвать его лучше медовик, чем спартак. Так, и мягкие коржи, как бабки, мы говорили. Бабку испекла бабку. То вот такой. Ну, и уже сам в разрезе. Я уже, друзья, покажу, когда будут его все кушать. А, за размер противня. Я не знаю, какой у меня размер противня. Большой, обычный такой. Ну, вы можете на любой. Даже круглый можно делать. Ну, можно даже вот так разрезать, и будет два тортика, да? Я не считаю, что это какая-то есть там разница, чтобы знать замеры противня, какие. Любой, какой вам нравится размер. И так можете себе делать такое, и все. Так, нет у меня, друзья, дома шоколадки такой, чтобы было без изюма или без орешков. Мы любим с изюмом, с орешком, с кремом. То я не знаю, что делать. Ну, в магазин тоже не поеду, заради шоколадки. И я его уже хочу сегодня доделать, накрыть и поставить в морозилку. То вот такая у меня шоколадка с изюмом, с орехами. Вот такие шоколадочки. Это я открываю. Это вот где я покупаю. Вкусные такие. Не знаю, что получится. И что хочу. Я их хочу растопить. И сверху залить. Пускай так будет. Ну, что будет уже. Конечно, оно красивее, если просто глазурь. Ну и что? А у нас будет и... Вот эти тоже очень вкусные. Это они у меня в холодильнике лежат. Ну, нету, нету шоколада. Просто простого шоколада такого нету. Я поставлю в микроволновку. Ну, а если есть шоколад, то просто шоколадку и немножко молока добавить и растопить. Можно на водяной бане. Я сейчас тоже добавлю молочка. И поставлю в микроволновку. Вот столько я добавила молока. Накрою тарелочкой и поставлю. И буду наблюдать, чтобы не пригорело. Сейчас покажу, что я, друзья, придумала. Думала, думала, придумала. Все, растопила я шоколад. Он был с орешками, с изюмом. Я его взяла, процедила. Вот, смотрите, какая у меня получилась смесь. Чистая, красивая. Вот. И сейчас я буду заливать наш тортик. Конечно, не черное такое, не как из какао. Там будет такая светленькая. Пускай медленно растекается. Все, тортик наш готов. Нужно быстренько нести в морозилку, чтобы застывал этот шоколад. Истекает по краям. Как могла, так и украсила конфетки, положила. И все. Главное, чтобы был вкусный. Всем спасибо, друзья, за просмотры. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok